youtube analytics обзор разделов youtube аналитики привет на связи юлия измайлова эксперт по продвижению успешного инфобизнеса через youtube и в этом видео мы разберем один из самых важных имеющихся на вашем youtube канале разделов это раздел youtube аналитика для этого мы заходим на канал менеджер видео и вот здесь находим youtube analytics слева youtube analytics переходим туда сегодня мы с вами разберем самую первую вкладку обзор будет серия видеороликов касающихся в общем то каждой из вкладок youtube аналитики да то есть мы посмотрим что тут есть и какие данные youtube аналитика может вам предоставить для того чтобы понять какие ролики смотрят лучше какой контент стоит снимать и вообще насколько люди подписываются делятся вашими роликами то есть на самом деле youtube аналитика она дает возможность развивать ваш канал качественно и добиваться именно тех целей которые вы ставите для развития своего канала и так ну что же вот мы зашли в youtube аналитику обзор и что мы видим сейчас сейчас мы видим значит за последние 28 дней статистику вот здесь вы можете всегда поменять допустим прошлый месяц или же вот октябрь выбрать этот месяц за квартал за последние 90 дней либо же выбрать указать диапазон дат до соответственно или вот нажав на этот значок здесь выбрать диапазон допустим там с 4 сентября потом например 18 октября нажимаем применить и нам будет показываться именно обзор youtube аналитики за этот период но я этого делать не буду значит давайте посмотрим что мы еще здесь можем увидеть дату создания канала количество видеороликов время просмотра здесь у меня сейчас в минутах указано обратите внимание что сейчас самым важным можно сказать показателем является время просмотра то есть чтобы ваши ролики досматривали до конца и не только время просмотра ролика но и вообще время нахождения клиента потенциального на вашем канале то есть чем больше видеороликов он просмотрел тем лучше для вашего канала тем выше он будет подниматься в поисках здесь есть средний просмотр минутах по этому показателю мы можем смотреть в принципе какой длительности снимать видео допустим да то есть сколько смотрят и куда например и в этих видео можно поставить допустим свою там первую подсказку вот просмотры соответственно дальше мы видим оценки нравится не нравится комментарии да то есть сколько людей поделились вот тут даже видите выплывает подсказка по сравнению с предыдущим периодом до количество людей которые поделились выросла видео в плейлистах у наоборот стали меньше добавлять и подписчики те кому не интересно отписываются дальше мы видим топ-10 видео то есть мы можем здесь регулировать посмотреть вот сейчас мне показывает время просмотра в минутах я могу переключить на просмотры да то есть у которых самое большое количество просмотров там расчетный доход и так далее вот но меня интересует время просмотра и соответственно здесь я могу увидеть какие видео наиболее популярные на моем канале на сегодняшний день да или вот за последний за последние 28 дней далее опускаемся ниже мы можем видеть самые популярные регионы да то есть где смотрят вот россия украина кто смотрит пол мужчин и женщины источники трафика то есть какие именно внешние источники поиск на ю тубе похожие видео и места воспроизведения это либо страница просмотра youtube либо внешние веб-сайты приложения либо страница канала youtube то есть отсюда мы можем уже брать показатели и какие-то из них улучшать да на своем канале вот это то что касается вкладки youtube аналитики обзор да что у нас здесь есть еще вот такую аналитику мы можем проводить не только в целом по каналу до за определенный период времени мы можем выбирать какое-то конкретное видео допустим ну например вот это да вот я могу взять конкретное видео и я увижу аналитику именно про по этому видеоролику то есть какое было время просмотра какой средний просмотр поделились не поделились кто смотрел откуда смотрели да то есть соответственно таким образом то же самое можно делать и по плейлистам то есть по целым плейлистам то есть я могу здесь выбрать плейлист который меня интересует ну например вот этот и сразу по плейлисту также просмотреть какие данные какие показатели какие видео в этом плейлисте самые популярные вот то есть таким образом далее что здесь еще есть здесь еще мы можем с вами смотреть аналитику вот сколько или как ведут себя подписчики в этот период времени да то есть те кто с подпиской те кто подписаны на наш канал вот соответственно то есть это те кто подписаны да как они себя ведут какие видео им более интересны что они смотрят опять же все остальное аналитику также пол откуда смотрят да вот из оповещений например 30 процентов естественно потому что эти люди подписаны на мой канал и им приходят оповещение о том что вышло новое видео страницы канала разделы youtube далее и мы можем смотреть статистику также по тем людям которые не подписаны на наш канал но смотрят наши видео по ним данные будут немножечко другие то есть вот я сейчас обратила внимание на то что мой канал смотрят люди но по какой-то причине например на него не подписываются по какой скорее всего по той что я забываю об этом говорить поэтому друзья если вы еще не подписаны на мой канал прямо сейчас жмите кнопку подписаться для того чтобы не пропустить следующие видео про youtube аналитику про то как анализировать свои ролики чтобы снимать более интересный и качественный контент для вашей аудитории вот соответственно эту ошибку я буду исправлять далее смотрим так с каких устройств опять же тоже можем проанализировать например с мобильного телефона или же с компьютера так далее общие показатели это нам не нужно значит смотрите здесь мы можем с вами вот здесь мы можем с вами сравнить например если вы хотите сравнить какие-то два видеоролика допустим как привязать ссылки и допустим еще какой-нибудь ролик например как закрепить пост вконтакте да и вот мы сразу видим здесь два графика один синий другой красный да мы видим время просмотра то есть какой из них был более интересен ну и прочие показатели мы можем сравнить и в связи с этими данными в дальнейшем составлять свой контент прописывать контент план и так далее отменить сравнение так дальше вот здесь у нас есть такая шестеренка для тех у кого идет монетизация канала да вы здесь можете выбрать в какой валюте здесь у нас настройки по умолчанию да то есть вот на странице обзор вам может показываться например там валюта в долларах у вас период сразу по умолчанию можете например поставить этот месяц вместо последних 28 дней до дальше частота обновления диаграммы таблиц можно выбрать либо по дням либо ежедневно но показывать данные за 28 дней можно ежедневно но показывать данные за семь дней по месяцам ежеквартально но у меня пусть как было по дням и время просмотра тоже можно выбрать либо в часах либо в минутах и сохранить это те настройки которые по умолчанию вот здесь у вас в принципе будут показываться значит то что касаемо вкладки обзор здесь для вас самыми важными скорее всего показателями это будет время просмотра оно должно быть как можно больше по либо ролику если вы ролик анализируете либо в общем по каналу и также средний просмотр в минутах он вам говорит о том опять же повторюсь какой длины например снимать ролики именно вашей тематике да то есть сколько смотрят и также говорит о том в какое время лучше допустим показывать какую-то может быть рекламу ваших видео вот то есть в остальных роликах из данного плейлиста да то есть следующих видео я обязательно сниму про остальные разделы youtube аналитики да то есть про данные реальном времени про время просмотра про удержание аудитории также поговорим это кстати второй самый важный показатель который сейчас стоит учитывать вот то есть все остальные вкладочки мы с вами тогда пройдемся в других видео поэтому обязательно подпишитесь на канал ставьте лайк если это видео было для вас полезно и вы узнали для себя что-то новое делитесь этим роликом с друзьями пишите в комментариях что конкретно вам интересно узнать про youtube аналитику да какой возможно есть вопросы я обязательно также буду записывать эти видео ну а на этом у меня все до встречи пока